Привет! У микрофона Амортис, а это очередной обзор мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас игра культовой серии FIFA. Я сразу честно признаюсь, что хоть к футболу отношусь достаточно нейтрально, и в прошлые игры серии играл довольно поверхностно, тем не менее взял на обзор эту игру, так как знаю многих футбольных фанатов, которые юзают Android и очень ждали эту игру. Да и самому стало интересно, как далеко продвинулась серия. Так что встречаем FIFA 14 для Android от EA Games. Так вот, я скачал игру, которая, кстати, весит 1,3 гигабайта. Казалось бы, много, но судя по описанию, тут у нас 16 тысяч реальных игроков, 33 лиги и более 600 команд. Ну то есть, достаточно много всего, так что не малый размер, а правда. Кстати, новых игроков ты сможешь открывать за монетки, которые зарабатываются по мере игры. Игра, кстати, бесплатная, но не спеши радоваться, мой дорогой любитель погонять шары по зеленому полю. Дело в том, что бесплатно открыты лишь несколько режимов. Это Ultimate Team, быстрая сетевая игра. Ну то есть, логинишься с аккаунта в Origin, выбираешь команду и вперед. Серия пенальти, ну и матч недели. Этот режим мне показался самым интересным, потому что тут тебе предложат список игр, которые реально состоятся в ближайшую неделю. Ну а режим карьера тренера, турнир и быстрый матч изначально закрыты и откроются только, когда ты за них заплатишь. Такая вот система. Но давай уже переходить к графике и геймплею. На мой взгляд, каких-то грандиозных изменений в плане графики не произошло. Если сравнивать с мобильной версией FIFA 13, то заметные отличия в лучшую сторону, но они довольно незначительны. Другое дело анимации. Сейчас все движения прорисованы гораздо лучше и реалистичней. Физика улучшена, взаимодействие с мячом тоже вывели на новый уровень. Кстати, мне тут еще подсказали, что лица игровых моделей не слишком-то похожи на лица оригиналов. Фейл, конечно, но не критичный. Что касается управления, то помимо стандартного управления джойстиком слева и кнопками справа, тут добавили еще и управление жестами. Правда, лучше бы они этого не делали, потому что оно получилось довольно кривым и неудобным. Есть, конечно, обучающие матчи по этой фигне, но даже их оказалось пройти довольно непросто. Так что нововведения, на мой взгляд, недоработанные. Ну, давай-ка к итогам. Из минусов, игра будет ощутимо подлагивать на старых устройствах. Ну, это и понятно. Они ж старые. Кроме того, не порадовало то, что многие режимы нужно открывать за деньги. Уж лучше бы сделали игру платной. И все. Плюсы. Ну, если ты любитель футбола, то ты наверняка сможешь найти здесь свой любимый клуб, своих любимых игроков и играть за них. Ну, а для меня плюсами стала довольно приятная графика и реалистичная физика. А также неплохо реализованное взаимодействие всех со всеми. На сегодня это все. Если понравился обзор, ставь лайки, подписывайся на канал и делись этим видео со своими друзьями. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok